Футбол, который называют спортом номер один, популярен у кубанских спортсменов всех возрастов. И в нашем муниципалитете у этой игры есть немало поклонников. Особое внимание уделяется развитию детского футбола. На семинаре-практикуме для учителей физической культуры, общеобразовательных школ и тренеров-преподавателей специализированной детско-юношеской спортшколы «Виктория» в центре внимания были вопросы развития детского футбола, «Повышение качества подготовки юных футболистов». Со вступительным словом выступил депутат законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, который отметил, что есть положительные перемены в работе. Мы провели переподготовку для 15 тренеров, пока она прошла в формате больше дистанционного. Как только мне позволит, договоренность есть с ректором о том, что мы продолжим этот разговор. Но все-таки, говоря о материальной базе, в большей мере интересует содержание, образование качества. И мы здесь увидели, что есть определенные проблемы. Вы профессионалы, вы тренеры, и вы в этом диалоге должны нащупать ту верную дорогу, которая должна привести к стабилизации ситуации и, в общем-то, к улучшению результата в целом района. Управление образования считает поддержку и развитие детского футбола одним из приоритетных направлений. Самое главное, что нас услышали, это ставки, которые будут по спорту. Дополнительные ставки мы будем вводить еще в систему дополнительного образования для той же развития сети. Но самое главное, что вас, наверное, в этой концепции, ну, пока-то по разрабатыванию концепции должно радовать, это методическая составляющая. Я вот уже сказала, что нет, наверное, лучших специалистов, которые приедут, расскажут, покажут. Сюда будет входить полностью разработанный план по методическому сопровождению каждого педагога, каждого тренера, каждого преподавателя учителя физической культуры, который будет вести футбол. Перед собравшимися выступил директор специализированной детско-юношеской спортшколы по футболу «Виктория». Он рассказал, что школа была отмечена дипломом Всероссийского смотра конкурса «Россия – футбольная страна». Каждому воспитаннику здесь есть индивидуальный подход. Регулярно проводятся тренерские советы, где каждый из тренеров рассказывает свое видение футбола и организации тренировочного процесса. И каждый из тренеров может подсказать что-то. И тренерские советы проходят в дискуссионном, живом таком, ну, и организационном уровне. Очень важный момент. Важный момент то, что вот здесь вот сказано, что у нас с футбольным клубом Краснодара. Они регулярно, ежедневно друг с другом общаются, видят, что это работает на одной базе. Конечно, технологии мы друг у друга, они все прекрасно видят. И я думаю, они не стоят на месте. Многих заинтересовало эмоциональное выступление ветерана кубанского футбола Владимира Логайды, который говорил о хороших футбольных традициях муниципалитета и возможных направлениях для роста. Совместно собраться, обменяться какие-то мнениями. Даже вы вот здесь все вместе можете собраться. Я так думаю, опять же, вы нормально другую вам общаетесь, все это дело видите. Можно все это подчеркнуть и все дать своим детям на футбольном поле, чтобы они все это дело делали. Это такое маленькое, немножко маленькое отступление. Поэтому, естественно, славянское районо-футбольное районо. Через все выступления красной нитью прошла мысль, что развитию этого замечательного вида спорта нет альтернативы. Депутат законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский отметил, что есть дельные предложения, и их нужно притворять в жизнь. Затем состоялось вручение специального трактора для ухода за газоном футбольного поля от депутата ЗСК Виктора Чернявского и футбольных мячей, а также спортивной формы от игрока сборной России Алексея Миранчука, который первые шаги в большой спорт делал именно в славянской спортшколе. Конечно, юные футболисты были очень рады этим необходимым и важным для них вещам. Директор спортшколы высоко оценил помощь, которая станет стимулом, чтобы работать еще лучше. Всего 727 детей мы охватываем. Для того, чтобы посмотреть по нынешней ситуации у нас с футболом, у нас в стране требуется значительно улучшать качество. Вот этот вопрос как раз и был затронут в первую очередь, чтобы как улучшить качество тренировочного процесса, чтобы дети обладали более лучшей подготовкой, более лучше владели техническими навыками, более были развиты физические качества, чтобы в дальнейшем, если он попадает в профессиональную среду, он мог достойно представлять не только наш славянский район, но край или субъект, или даже нашу страну. Очень важно проявлять неравнодушие, искать творческие подходы к делу. Состоявшийся серьезный, заинтересованный разговор для всех его участников был очень полезен. В нашем районе есть прекрасные тренеры, есть талантливые ребята, у которых хорошие перспективы. В конце концов, все выиграют от развития детского футбола. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».